Но только я знаю, что тот Эдгар был не Эдгар, будто кто надел Эдгара, вроде костюма. Сейчас мы поговорим об одной распространенной болезни, которая оказывает непосредственное влияние на осознанность. Ввиду того, что данная болезнь носит скрытый характер, не имеет четких и однозначных клинических симптомов, а также не особо интересует официальную медицину, присвоим ей для начала условное такое название – укушенность. Попробуйте по ходу описания угадать, о чем идет речь. Общая симптоматика. Укушенный повсюду оставляет после себя мусор, бутылки, коробки, обертки, огрызки, окурки и прочие отбросы. Постоянно сквернословит, может испачкать чистую стену, лифт, окно в общественном транспорте. Особенно острую необходимость намусорить испытывает в тех местах, где еще сохранилась природная чистота. Не боится хамить, когда сидит в машине. Дудит в клаксон. Всех подрезает. Паркуется там, где ему удобно. Метит свое появление на виртуальных площадках всякими нелицеприятными отзывами в чужой адрес. Старается вылить свой негатив на окружающих любыми доступными способами. Действует бессознательно, на уровне заложенных социумом, программ или инстинктов. Легко внушаем. Охотно ведется на политические и рекламные лозунги. В еде и содержании неприхотлив. Может довольствоваться дешевым кормом и низкосортными предметами обихода. Переносчики. Человекообразные, человекоподобные, копытные, грызуны и прочие представители животного мира. Течение болезни. Болезнь в основном протекает без особых клинических выраженных симптомов. Но в зависимости от серогруппы возбудителя, степени его вирулентности, величины заразительной дозы, а также состояния специфического иммунитета и резистентности организма, болезнь может протекать в различных формах. Острой, подострой, хронической, латентной и абортивной. Диагностика. Диагноз ставится на основании эпизотологических данных, патологоанатомических изменений и результатов лабораторных исследований. Фекально-оральное заражение наиболее типично, но может быть и орально-назальное. Распространены контактный, водный и кормовой пути заражения. Кроме того, возможен трансмиссивный путь заражения через укусы. Возбудитель проникает в организм в основном через слизистые оболочки пищеварительной, дыхательной и мочеполовой систем. При употреблении зараженных кормов и воды, поедании трупов животных, при купании в инфицированных водоемах, а также при спаривании вязки. Эпикрис. Укушенный ведет себя неадекватно и находится, как правило, в невменяемом состоянии, хотя внешне выглядит вполне нормальным. Парадоксальность проявления симптоматики состоит в том, что больной обнаруживает девиантное поведение, не выходящее при этом за пределы общепринятых норм. Лечение. Взять в равных долях полынь, пижму, бессмертник, тысячелистник, кору осины, душицу. Смешать все в коробке. В заварочный чайник засыпать 2-3 столовые ложки сверху. Залить кипятком и греть на водяной бане, например, в миске с кипящей водой, в течение 15 минут. Принимать по полстакана 3-4 раза в день перед едой. Возможно, вы догадались, что речь идет о паразитах. Несмотря на полуироничный тон, симптоматика и лечение мной обозначены вполне серьезно. Паразиты действительно оказывают влияние на психику, начиная с замутнения сознания и вплоть до прямого управления мотивациями и поступками. Это даже доказано научными исследованиями, хотя подобных исследований проводилось не так уж и много. Интересно, что будет выявлено, когда паразитами займутся вплотную. Хотя может так статься, что и не займутся, ведь чужим выгодно всячески скрывать свое присутствие. Однако и полностью себя сокрыть они не могут. Помимо телесных признаков, которые не всегда однозначны, существуют еще и поведенческие особенности укушенного. Например, привычка неосознанно мусорить и сквернословить почти наверняка указывает на то, что данный человек попросту сожительствует с глистами. Образуется своего рода симбиоз с тем лишь отличием, что выгоду имеет только Интрадер. Носитель ему обеспечивает одновременно и дом, и корм, и размножение. Конечная цель паразитов – повсеместное распространение всеми доступными способами. Например, аскорида откладывает до 300 тысяч яиц в день. Ни одно живое существо на земле не имеет подобной плодовитости. Свою цель чужие реализуют в том числе и через управление поведенческими реакциями носителя. Носитель стремится бессознательно разбрасывать вокруг себя все, к чему прикасается. Прямым или косвенным образом, материальными или вербальными способами. Поведение укушенного носит именно бессознательный характер, поскольку управляет собой не он сам, а тот, кто сидит внутри с джойстиком. Человек не отдает себе отчета в тот момент, когда кидает мусор. И он не ругается матом, а разговаривает. Для него это все привычно, нормально и естественно. Такое вот естество. Весьма неприглядное, если наблюдать со стороны, но вполне органичное для нашего социума. Потому как этих самых укушенных большинство. И как всегда подавляющее. Вот и получается такая странная формулировка. Девиантное поведение, не выходящее за пределы общепринятых норм. А не так давно было установлено, что паразиты испытывают особое пристрастие к синтетическим продуктам, одежде, предметам обихода. Чем больше химии, тем лучше для них. Скорее всего, такая приверженность обусловлена последствиями, которые несет с собой продукция техносферы. Снижением иммунитета и общей интоксикации организма, что паразитам как раз и надобно. Не оттого ли весь рынок сейчас наводнен дешевыми и некачественными товарами? Присутствие паразитов редко проявляется в прямых симптоматических признаках. Паразиты тела ведут себя тихо. Они не заинтересованы в своем обнаружении. Человек может чувствовать себя вроде бы неплохо, но в то же время внутри у него творится такое. Лучше обойдемся без подробностей. Многие брезгливо отмахнутся. Ну уж нет, меня это не касается. Это где-то далеко, в Африке или у бомжей. А я руки мою и зубы чищу. И чувствую себя великолепно. Как бы не так, хорошее самочувствие обманчиво. И длится оно до поры до времени, пока процент заражения не превысил определенную норму. Хотя едва ли здесь можно говорить о какой-то норме. Если внутри меня и за счет меня живут какие-то твари, разве могу я с этим мириться? Мало кто об этом осведомлен, но разновидностей паразитов, от всем возможных червей до простейших одноклеточных и грибов, насчитывается больше, чем всех остальных видов вместе взятых. Также ни один человек не может достоверно знать, что у него там внутри, если никогда не занимался специальной чисткой. Однозначный ответ способен дать только патологоанатом при вскрытии. А вскрытие умершего больного, как правило, обнаруживают в его кишечнике черви. Чем болел этот человек? Да чем угодно. В основании пирамиды едва ли не всех болезней лежит заражение паразитами. И населять они могут не только кишечник, но и любой внутренний орган, в том числе мозг и кровь. Ортодоксальные врачи долгое время агрессивно противились данному факту. Как это так? Кровь стерильна. В ней не может быть ничего инородного. Так было до тех пор, пока их не ткнули в сильный микроскоп и не показали, что в крови плавают комки непереваренной пищи, грибы и даже личинки червей. Они так давно были обнародованы еще и съемки, где видно, как в ходе операции из пульсирующего сердца извлекают вгрызшихся паразитов. Их тащат пинцетом, а они извиваются и упираются. Человек до поры до времени чувствует себя более-менее хорошо в этом отвратительном сожительстве. Но вот наступает момент, когда границы дозволенного пройдены, и тогда былое здоровье начинает разваливаться на глазах, как карточный домик. Больному ставится диагноз, являющийся следствием непонятно чего. Врачи не знают истинной причины, потому что причина их по большому счету не интересует. Их дело лечить пациента своими институтскими методами, покуда тот жив. Такова истинная и неприглядная сторона нашей действительности. Ученые и медики открещиваются от всего, что они еще не успели прописать в своих диссертациях. Вот когда пропишут, тогда будет научно и обоснованно. А пока надо все непонятное и неизученное объявить антинаучной профанацией. Как некоторые упертые ученые отгораживаются от паранормальных явлений, антинаучных, так и многие приверженцы официальной медицины не считают необходимым уделять пристальное внимание проблеме паразитов. Ни то, ни другое не хочет легко поддаваться изучению и объяснению, а значит проще его игнорировать. Чем же занимаются у нас внутри непрошенные гости? Во-первых, они с неумеренным аппетитом поглощают питательные вещества, витамины и микроэлементы, в особенности германии и кремний, без которых организм не способен нормально функционировать. Во-вторых, они засоряют все органы своими токсическими выделениями. Им ведь тоже в туалет ходить нужно, а туалет этот – внутри вашего тела. Печень и почки работают из последних сил не на защиту от видимых вредных воздействий, а на выведение токсинов, продуктов жизнедеятельности, невидимых врагов. В результате рано или поздно человека одолевает какой-нибудь недуг. Такие характерные болезни, как ОРЗ, РАК, СПИД, Диабет, Гепатит, имеют одну и ту же первичную, насколько прозаическую, настолько и мерзкую причину паразитов. Любые заразные болезни также являются хоть и косвенным, но следствием этой первичной причины. Когда организм человека больше не в состоянии справляться с отравившими его токсинами, он теряет иммунитет и заболевает. Недавно Всемирная Организация Здравоохранения все же обнародовала доклады от фактов «Куда денешься?», из которых следует, что до 80% всех существующих заболеваний человека либо напрямую вызываются паразитами, либо являются следствием их жизнедеятельности в нашем организме. По свидетельствам патологоанатомической практики, 90% скрытых трупов кишат крупными червями, простейшими одноклеточными микроорганизмами. По данным частотно-резонансной диагностики, всевозможными паразитами заражено 97% населения. Особенно высока степень заражения аскоридами, острицами и всеми видами ленточных червей. Грибковыми инфекциями заражено более 25% населения. Однако эти цифры, скорее всего, занижены по причине малоизученности темы. Как показывает опыт тех целителей, которые вплотную занимаются проблемами заражения паразитами. Заражению этому подвержены 100 человек из 100 в той или иной степени и форме. К середине жизни общая масса паразитов в теле достигает от нескольких до десятков килограммов. Здесь учитываются не только черви, но и простейшие, одноклеточные, а также грибы. Они обитают повсюду, в любых органах и межклеточных пространствах. Заиметь гостей может не только беспризорный африканский ребенок, но и любой человек, считающий себя цивилизованным, и соблюдающий, как ему кажется, нормальную гигиену. В действительности существует великое множество способов заразиться от шашлыков и сала до рукопожатия. Легко. И в утробе матери в том числе. Помимо очевидного физического вреда, паразиты тела оказывают прямое воздействие на сознание человека. Как они это делают, химическим или каким-то другим путем, не суть важно. Главное, что такое воздействие есть, хоть и не хочется в это верить. Многие паразиты буквально зомбируют своих хозяев. Такой характерный сюжет, когда в человека заползает какая-то тварь и начинает им управлять, вовсе не из области фантастики. Вот что по этому поводу пишет Елена Краснова, кандидат биологических наук. С замечательных высот в технологии зомбирования хозяина достиг ланцетовидный сосальщик, личинки которого живут в муравьях, а взрослые стадии – в копытных. Такие личинки умеют управлять поведением муравья. Раздражая мозг насекомого, они заставляют его сбираться на кончик травинки и висеть там неподвижно. Так сосальщик увеличивает вероятность быть съеденным скотом вместе со своим промежуточным хозяином. Но в жаркую погоду личинки ослабляют хватку. Не в их интересах, чтобы муравей погиб от пересыхания. Пусть спустится и охладится у сырой почвы. А что творят со своими хозяевами таксоплазмы? Эти одноклеточные паразиты, у которых в роли промежуточного хозяина выступает мышь, а в роли конечного – кошка, очень заинтересованные в успехе кошачьей охоты. Таксоплазмы поселяются в мышином мозге, но нигде попало, а в том его участке, который отвечает за восприятие запаха кошачьей мочи. Нормальные мыши, почуяв этот запах, убегают, а инфицированных мышей он наоборот привлекает. Для человека можно привести следующий пример. Если человек постоянно сквернословит, то есть не ругается, а разговаривает матом, не задумываясь, разбрасывает вокруг себя мусор, именно так идет и, не думая, кидает бутылку или обертку, или выплескивает из себя на окружающих негатив, тогда я могу абсолютно точно сказать, что у него попросту глисты. Такова природа паразитов, они распространяются разбрасыванием нечистот в прямом и переносном смысле. Еще одно проявление наличия паразитов в теле, человек не желает ничего слышать на эту тему, его это раздражает, а еще он старается питаться именно такой пищей, которая благоприятствует росту и размножению паразитов. То есть не натуральной, синтетической, мертвой. Натуральная пища, особенно живая, растительная, очень вредна для паразитов. Из письма живого человека. Есть в наших краях древний лес. Мощные стволы вековых деревьях вздымаются высоко в небо. В одном укромном уголке с давних времен находится дивный источник. Водица чудная, вкусная, добрая. Люди прознали об источнике и теперь постоянно приезжают к нему со своими баллонами, водой запасаться. Много людей из города. Казалось бы, все они должны быть благодарны чудесному источнику за то, что дает им водицу. Но нет. Увиденная картина привела меня в полнейшее изумление. Повсюду, возле источника, валялся мусор. Мне приходилось видеть всякое, но что бы такое? Очевидно, это клинический случай, представляющий уже чисто медицинский интерес. Иначе, как большим процентом укушенных из числа посетителей источника, объяснить данное явление невозможно. Носителю того, кто сидит внутри с джойстиком, не придет в голову сказать источнику слово благодарности. Напротив, он еще и напачкает все непременно. Но сделает это совершенно неосознанно. Он и к источнику пришел бессознательно. Просто краем уха где-то услышал, что такая вода вроде как полезна. Вот и верит слепо, что получает свою долю пользы. Однако, укушенному никакого проку от родниковой воды не будет. Потому что ценность такой воды в благости информации, которую она несет. Но какая там может остаться благость после того, как вода побывала в руках укушенного? С его-то образом мыслей. Я уверен, среди вас, уважаемые слушатели, не найдется тех, кто станет мусорить возле источника. Потому что такого рода субъектов не интересуют практики духовного роста или что-то подобное. И вы, конечно, не хотели бы иметь с ними ничего общего. Так какую же из антипаразитарных программ выбрать? Однозначного ответа не существует. Все люди разные. У всех индивидуальные проблемы. Программы тоже все с разным подходом. У каждой есть свои плюсы и минусы. Вы, вернее, сами интуитивно найдете то, что нужно именно вам. Есть программы, основанные на фитопрепаратах. А есть биорезонансные методики. Можно использовать либо тот, либо другой подход. Либо все вместе. Выбирайте сами то, к чему испытываете интуитивное доверие. Но в идеале, конечно, лучше бы обратиться к специалистам. Я могу дать только общие рекомендации. Первое правило. Комплексный подход. Меры следует принимать против всех видов паразитов одновременно. Потому что на место одних всегда приходят другие. Например, антибиотиками уничтожаются бактерии. На их место приходят грибы и так далее. Предпочтение лучше отдавать фитопрепаратам. Химия, как всегда, одно лечит, другое калечит. Второе правило. Активизация работы желудочно-кишечного тракта. Недостаточно обезвредить паразитов. Их нужно еще и выпроводить. Здесь тоже могут быть использованы соответствующие фитопрепараты. Нет нужды глотать таблетки. Например, берется по 100 грамм инжира и чернослива. Пропускается через мясорубку. Добавляется 50 грамм листьев сены. Можно взять из пакетиков. И далее все это смешивается с медом и тыквенным маслом. Можно оливковое. Тоже по 100 грамм. Хранить в холодильнике и принимать каждый день по чайной ложке перед сном. Третье правило. Пища во время курса лечения должна быть богата клетчаткой. Следует также ввести в свой рацион антипаразитарные растения. Лук, чеснок, черемша, перец, горчица, хрен, редька, гвоздика, тыквенные семечки, гранатовый сок, дыня, арбуз. Четвертое правило. Продолжительность курса должна быть не менее полтора-двух месяцев. Паразиты – это самые живучие и настырные из всех созданий, населяющих нашу землю. Они не уйдут просто так лишь от того, что им указали на дверь. Надо дать им понять, что в вашем организме для них созданы совершенно невыносимые условия. Пятое правило. Лишить паразитов их излюбленного меню. Если вы продолжаете употреблять супермаркетную синтетику, изделия из муки высшего сорта, сахар и дрожжевой хлеб, то получается, что вы пытаетесь прогнать чужих и в то же время холите или леете их, что нелогично. Все лечение может пройти впустую. Если вы решили перейти на новую ступень пирамиды, чужие постепенно сами покинут вас, потому что они не выносят чистую среду и живую растительную пищу. Однако до того момента, когда ваш организм окончательно очистится и восстановит здоровый иммунитет, может пройти достаточно много времени. Так что устроить чужестранным туристам хотя бы одну увеселительную для них программу не помешает. Не откажите себе в таком удовольствии. Самое универсальное и дешевое средство против чужих – настой из горьких трав. Стандартный рецепт я уже привел ранее. Горечи, помимо того, что они заставляют гостей корчиться, еще и нормализуют функции желудочно-кишечного тракта. В сравнении с химическими препаратами, горечи практически безвредны и бояться их не надо. Труднее всего избавиться от одноклеточных и грибов. Это самые коварные и настырные гости. Они сидят тихо, почти ничем себя не выдают, но ведут очень разрушительную деятельность. Например, даже не столько тяжела пища, сколько хеликобактер, спиралевидная бактерия, является одной из основных причин язвы, гастрита и изжоги. Недаром средства от изжоги так широко рекламируются. Видимо, на то имеется повышенный спрос. Далее еще пара простых рецептов из природных антибиотиков, специально против одноклеточных. Лямблии Смешать в равных долях корень девесила, сабельник, соцветие бессмертника, мяту перечную, корень кровохлебки. В заварочной чане засыпать 2-3 столовые ложки сверху, залить кипятком и греть на водяной бане в течение 15 минут. Отвар принимать по полстакана один раз в день, вне зависимости от приема пищи. Хеликобактер Смешать в равных долях календулу, тысячелистник и зверобой. В заварочный чайник засыпать 2-3 столовые ложки сверху, залить кипятком, укутать и дать настояться примерно 40 минут. Принимать по полстакана за 30 минут до еды, не менее четырех раз в день. Пить все это, конечно, не очень приятно. Зато как же приятно осознавать, что для чужих это вообще пытка. Информация, которую вы услышали, взята из книг Вадима Зеланда. Взлом техногенной системы, глава называется «Укушенные с джойстиком внутри». И апокрифический трансерфинг, глава называется «Паразиты тела». Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. И да пребудет с нами сила прошлых воплощений. Субтитры сделал DimaTorzok